Для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника сегодня знаменательный день. Сотрудники Рязанского управления ФСБ вернули на свое законное место уникальную коллекцию монет. 228 серебряных куфических дирхем, изъятых у так называемых черных копателей. Земля дала, а мы просто взяли, хвастался один из них в соцсетях. Потом взяли их. Управлением Федеральной службы безопасности России по Рязанской области расследовалось уголовное дело в отношении двух жителей Московской области, осуществлявших на территории нашего региона незаконный поиск и изъятие археологических предметов без разрешительных документов. Вступившим в законную силу проговором суда, указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 243.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания. Дирхемы или дирхамы некогда были основной денежной единицей арабского халифата 8-10 веков. Каждая такая монета уникальна, на ней нет никаких изображений, только цитаты из Корана, дата и место изготовления. На черном рынке стоимость этих монет невелика – 5-7 тысяч рублей за штуку. Цель для темных копателей вполне рядовая. На территории Рязанского княжества дирхемы были в ходу, но этот клад особый, бесценный, причем в масштабах всей страны. Особая ценность историческую придает этой коллекции то, что она найдена в составе единого археологического комплекса. Безусловно, передача данной коллекции в Рязанский Кремль обеспечит сохранение этих археологических объектов. Организацию позволит организовать научно-исследовательскую и реставрационную работы. И дальнейшие экспонированы это коллекции на выставочных площадях Рязанского Кремля. Вот эти монеты, которые были найдены, они открыли какое-то еще археологическое место нахождения, каких-то еще других предметов. Поэтому сами по себе они представляют большую ценность, поскольку они, во-первых, нам свидетельствуют о том, что здесь, в Рязани, были культурные и торговые связи с иностранными, какими-то государственными. И, соответственно, приходил обмен какой-то культуры, предметов. И, соответственно, это все нам позволяет более глубоко изучать историю. История конкретно этой партии монет, возможно, связана не с обменом опытом, а с обычным в ту пору наймом войска для устрашения соседей. Дирхамы монеты арабские. Вполне вероятно, что это была дань половецкому войску, так и не дошедшая до адресата. Впрочем, более детально рассмотреть коллекцию монет и специалистам, и любителям можно будет уже совсем скоро. Примерно недели через две. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».